Здравствуйте, уважаемые посетители сайта ProPlay.ru. С вами Михаил Майкер и Марк. Привет, Марк. Привет, Миш. Почему ProPlay? Ну как, последний раз мы появлялись в кадре вместе, кажется, вот где-то в районе 2006, наверное, года, как-то так. Потом ты меня кинул. Я кинул? А, ну да, было такое дело. Ну, мы с тобой уже сейчас 2016 год, если вдруг вы там смотрите где-нибудь там в 30-м, все уже позади, вся вот эта вот история интересная, но тебя не покидают ностальгические чувства? Вот там же столько всего было, от шоки до там, ракеты, ставки, призы, 364 в конце концов. Нет, я до сих пор дротики кидаю в твой плакат, то есть, ну, конечно, можно микрофон взять, да? Спасибо. Все, я пошел. Ну, Миш, ты абсолютно верно заметил ностальгии, то есть, конечно, то, что было, оно всегда будет казаться, ну, как-то более с таким флером романтики, чем то, что есть сейчас. Ну, по крайней мере, тогда не было таких денег и все не вертелось вокруг денег. Мы делали что-то там, большую часть, ну, по крайней мере, там, ты и я, ну, еще, может быть, там, Саша, еще некоторые люди, Женя, больше на энтузиазме. Я не знаю, может быть, ты до сих пор делаешь на энтузиазме, но я, допустим, когда хочу что-то написать, у меня очень часто возникает желание что-то написать. Я думаю, зачем? Зачем? Ну, то есть, не потому что мне там денег за это не заплатят или нет, ну, я достаточно много писал и, ну, реакция на это была такая, что не было вообще никакой реакции, кроме комментариев. Ну, и поэтому, конечно, мне немножко печально, потому что все, там, ProPlay, CyberFight, там, там же Coverage, Su, который я уже там сделал с Сашей Заволокой, все это, грубо говоря, где-то в прошлом осталось. Ну, я надеюсь, что все-таки киберспорт развивается, то есть то, что, то, почему я скучаю, поэтому, наверное, скучают, ну, человек 10-15, там, ты еще несколько людей, а те новые, та новая аудитория, она, ну, она счастлива тем, что есть сейчас, что там огромные деньги, там, интернешнл по 18 миллионов, хотя большинство из них даже, наверное, ну, для них это абстрактные цифры. Вот мне всегда вызывало вопрос, ну, окей, там 18 миллионов или 100 миллионов, какая для тебя эта разница? Ну, мы же всегда хотели популярности киберспорта, и, как бы, становится понятно, что без денег популярности-то не будет, то есть бюджеты, там, поездки, продакшн, раньше все было на коленке, ну, правда, у кого-то и сейчас это на коленке, вот, но мы же этого хотели сами. Ну, если честно, я сейчас не могу сказать, чего я тогда хотел, я делал просто, потому что мне это нравится. У меня, наверное, не было такого, значит, желания того, чтобы сюда, там, то есть вот прям осознанного желания, может быть, где-то там подсознание, оно где-то теплилось, чтобы сюда пришли большие деньги, чтобы там именно киберспорт развивался таким тем. Да, сейчас-то я, конечно, понимаю, что вектор развития, который взял киберспорт, он, наверное, единственный из возможных, потому что все-таки это рано или поздно должно было стать бизнесом или это бы осталось, ну, абстрактно говоря, керлингом, ну, такой какой-то спор для гиков, ну, как я рассматриваю. И, ну, да, деньги, они, конечно, придали определенный толчок развития киберспорта, но в целом мы видим, что, ну, последняя ситуация с Too Good, Harding & James'ом на International. То есть, в принципе, я смотрел действительно английскую аналитику, еще даже несколько пересмотрел после того, как его выгнали, чтобы понять. Ну, нарезочку и старый момент с T2, там, с T3, чтобы понять. И парень действительно хорош. То есть, да, конечно, у него косяки какие-то, вот как у меня бывает, я там на Asus гнал, на арбалеты гнал, меня и там, и там забанили. Окей, да, на Virtus.pro гнал, но я сейчас работаю на них. Чудо случилось, черт побери. Но мы сейчас приходим к тому, что какие-то люди, которые изначально в этом присутствовали, которые задавали какой-то формат, которые действительно любят сообщество, они не попадают в тот формат, который кажется правильным. Вот, допустим, возможно, я не буду говорить за Гейба, но вот тот человек, про которого написал, про Али, который хотел, чтобы трансляция была похожа на спорт, да, Harding явно в этот формат не вписывается, но, блин, мы его любим. И если деньги настолько сильно будут здесь воздействовать на киберспорт, что, ну, наша аудитория любит киберспорт за то, что он открытый, он как бы свой. Понятно, что через какое-то время он станет менее, так сказать, своим. Для меня он уже давно не является тем киберспортом, которым он был там для нас 5-6 лет назад. Но нельзя прям так жестко брать и надругаться над аудиторией. Вот, мне кажется. То есть, ну, деньги хорошо, но не во всем. Ну, я думаю, все догадываются об этом. То есть, слишком жесткие границы, формат, думаешь, не стоит ставить именно в киберспорте? Ну, сложно сказать. То есть, если мы посмотрим на тот же LCS от Riot, там все жестко. Там шаг влево, шаг вправо, расстрел, там что-то сказал на трансляции, даже там свои домашние уже там тебе штраф вкатили. В этом плане это хорошо, но здесь у тебя изначально присутствуют вводные, что можно, что нельзя. То есть, играть по правилам всегда нужно. Я за то, чтобы играть по правилам. Если ты с правилами не согласен, все, не играй. Но если правил-то нет четких, как же ты можешь играть? Ты начинаешь играть, и тебе говорят, э-э-э, все, типа, ты вылетел. Правила по ходу игры, ну, нельзя устанавливать. А чем ты сейчас занимаешься на Virtus'ах и пишешь ли блоги? Как уже говорил, хочу написать, но, ну, вот иногда желание наказывает. Может, в ближайшее время как раз про Too Good напишу свое мнение. В ВП я занимаюсь, то есть, вот, в конце 2013 года, когда еще трудился главредом Na'Vi, меня позвали организовывать турниры. Компания Dreams Media. Мы сделали за 2014-2015 год несколько сезонов D20L, третий сезон сейчас GoalCL идет. Ну, порядка, наверное, 15-16 турниров, там, два лан-финала провели. Ну, это было интересно, но, честно, не то, чем можно гордиться. То есть, это поначалу было забавно, здорово так что-то новое попробовать, а потом это превратилось в рутину. Сейчас вот, там, грубо говоря, это Dreams Media, это была совместная компания Na'Vi и ВП. Сейчас, когда, грубо говоря, появились инвестиции, ну, можно сделать чуть шаг вперед. Там, я думаю, что в ближайшее время какую-то информацию об этом анонсируют, и, ну, это будет действительно интересно. То есть, я по-прежнему продолжаю заниматься турниром. В 2016 году будут еще турниры о Dreams Media, они, может быть, будут немножко более крупными, чем вот до этого, потому что надо соответствовать времени. В 2014 году призовой фонд в 50 тысяч долларов был неплохим, но мы, к сожалению, что в 2014, что в 2015 наши призовые фонды были по 50, и это уже было уже не конкурентоспособно. Сейчас надеемся, что двинемся дальше. Насколько курс, который изменился за год, за два, последний, влияет на, ну, размеры призового фонда и целесообразность проведения турниров именно у нас в России? Ну, все зависит от того, в какой валюте компания получает, грубо говоря, доходы или спонсорские пакеты. Если это касается Dreams Media, то у нас большинство партнеров – это зарубежные компании. И когда контракты в долларах, ну, для нас это не так сильно влияет. Ну, здесь приятно, когда ты получаешь в долларах и проводишь в России, но если ты получаешь в долларах и проводишь онлайн, у тебя основные затраты – это, грубо говоря, оплата труда сотрудников, которые также за рубежом работают, там, из Лондона кто-то еще. То есть на тебя это особого влияния не оказывает. В какие игры сейчас ты играешь? В дотку, конечно. Только дотку больше? Только дотку. Ну, то есть у меня время… У меня ММР я где-то начинал с 400, сейчас с 3300. Ну, я хотел сказать раки в команде, но я тоже как-то не очень. Ну, ты без тимы играешь просто, да? Ну, я сам, сам по себе, да. Один против девяти. А какие любимые герои? А я на рандоме всегда. Я, кстати, тоже. Вот два дня, у меня одна или две катки в день. Очень ценный игрок ты. То есть, да, знаешь, ну, как у меня в доте там, наверное, в первой тысяч семь игр, и во второй где-то, ну, порядка, наверное, 5-6. И когда я кликаю рандом, и мне выпадают герои, которым я не умею играть, это довольно редко, там, это какой-нибудь, там, не то, что не умею, я еще не умею, не хочу, там, техник какой-нибудь или, там, не знаю, Templar Assassin, это вот я не умею. Я и пикаю. Обычно мне редко попадаются, там, два подряд героя, которые, ну, я не могу играть. Но какой реально батхер начинается. Там люди пишут, все, я АФК, чувак рандомит, я играть не буду. И обычно получается так, что люди, которые так пишут, они сами-то потом катку сливают. То есть, я там как бы либо я… То есть, я не все игры, конечно, идеально отыгрываю, но я, откровенно, ну, не сливаю их. Вот. Ну, и большинство, 90% это русские. То есть, я даже ставлю себе европейский сервер, но все равно попадаются русские. Они, наверное, тоже ставят себе европейский сервер. Что-то не играть с такими, которые рандомят. Ну, ты любишь общаться в игре? Объяснять людям, что они неправы? Вот так можно. Ну, я общался до определенного периода, но, как бы, если ты вежлив, то обычно это не руинит игру. Если, ну, как ты смотришь, игру еще можно спасти или нет. Если игру еще можно спасти, ты начинаешь вежливо чуваку объяснять, что реально нужно купить ворды, давайте все успокоимся. Если ты видишь, что игру не спасти… Из-за саппорта, да? А? Из-за саппорта. Не важно, за кого я играю. Если я вижу, что чувак не покупает ворды или там я сам косячу игру. Я говорю, я косячу, да, ну давайте соберемся, давайте играть. Но если игру не спасти, да, происходит, реально у меня горит. Я начинаю там чуваку в чат отписывать. Вот. Потом думаю, что, наверное… Наверное, у меня люди иногда по голосу узнают, и я понимаю, что, наверное, это не слишком хорошо, учитывая, что реально тут секунд 15 назад что-то сказал или написал. Это, наверное, неправильно. Я стараюсь как-то себя потише держать. То есть более позитивно. Вот месяцев пять назад реально я там агрился на людей, писал там, орал. И сейчас я понимаю, что, наверное, это неправильно, потому что это все равно в минус команде играет. Когда ты рушишь мораль, ничего хорошего не получится. Поэтому я как-то спокойно пытаюсь донести до суппорта, что, дружище, тебе надо успокоиться. До керри вообще доносить что-то бесполезно. Сказать ему там, пожалуйста, не отдавайся, играйся и Вова, стой там под башней, не суйся. Да, у тебя сложная линия, но до керри невозможно. Если чувак пикает саппорта, это значит, что с ним уже так более-менее все окей. Да, но с керри, это вот который там, meet or fit или там, я фармить, нет. Классно. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, какие планы у Virtus.pro, если у тебя есть, конечно, компетенция по этому поводу. К сожалению, Миш, не могу. Любопытно. Ну хорошо. Что еще спросить? Overwatch? Смотрел Overwatch? Играл наверняка? Ключик есть? Не дали? Расстроился? Я скажу, что мой коллега, Артем Быков, он, когда работал со мной, он ушел в Blizzard. Он сейчас работает во Франции одним из ведущих менеджеров, но у него направление HOTS и StarCraft. Он очень большой. Он именно по e-спорту. А, по турниру. Ясно. И вот ты, кстати, не первый человек, который спрашивает у меня ключик. И вот, когда он переходил в Blizzard, он сказал, Марк, пожалуйста, не надо просить у меня ключи. Мне три человека уже просили ключи. Говорит, мы знаем, у тебя друг там влезает, попроси ключ. Я говорю, не-не-не, не могу. Но Overwatch, ну, интересная игра. Я пару стримов смотрел. Ну, я играю только в Dota принципиально. То есть если я боюсь просто, что меня что-то еще затянет, кроме Dota. Ну, я такой, я люблю играть, люблю соревноваться. Мне пока Dota достаточно. Я пытаюсь ограничить какие-то игры в своей жизни вот с помощью Dota. Overwatch по стримам мне понравился. Будет ли он как киберспортивная дисциплина? Не знаю, все от Blizzard зависит. Они же вон StarCraft полномерно убивали, сейчас полномерно пытаются его реанимировать. Есть такое дело, ты прав. Ну, они заложили изначально базовые функции, типа там спектаторские, поэтому ставку делают определенную на соревновательный аспект. Хочется, что чего-то еще из прошлого хорошего, позитивного вспомнить. Вот какое у тебя самое яркое воспоминание времен киберфайта и проплея? Вспомни, пожалуйста, его напоследок так. Конечно, я помню это WCG в Кёльне, когда я туда приехал один и сделал очень много материала. Но мне нравилось соревноваться, я люблю соревноваться. И мне действительно не хватает этого. Я не знаю, как тебе или Жене. Я так понимаю, что все это как какая-то наша такая виртуальная битва, соревнования. Конечно, это отошло на второй план, но мне вот этого действительно не хватает, какого-то соревнования. Потому что соревнование — это мотиватор, да, действительно ты прав. Вот это, наверное, самый яркий момент. Ну и там же был этот «Пакет не наш», «Команда пить». То есть это реально было очень крутое WCG, даже вот без всего, там, всех видео, всего этого. То есть забавное самое WCG было. Паулайнеры от Хуча. Да, парочку, парочку. Хуч же вернулся, видишь, то есть еще есть шанс что-то отснять хорошее. Это кажется, на ESVC было парочка паулайнеров, нет? Нет, нет, на WCG было. Окей. А можно на ESVC, извини. Одна минута. Одна минута. Напоследок, зрителям, старичкам, я уверен, что сидят уже такие, немножко уже седые, с детьми, там, перед интервью. Там горит уже у нескольких человек. Может, на форуме, на проплеевском появится тема. Что-нибудь им передай, пожалуйста. Хоть кто-то там напишет. Да, ребят, ну что-то, я закончил, собственно говоря, практически каждый интервью заканчиваю такими словами, что надо быть добрее друг к другу. То есть у меня это, на самом деле, не получалось практически никогда. Но надо пытаться, серьезно, работу какую-то над собой делать. То есть я делаю, знаете, к 35 годам я наконец смогу сказать, что что-то, ну это столечко получилось. Но если бы я не пытался, не получилось бы даже это. И это очень помогает жизни, мосты какие-то сжигать, это всегда плохо. Надо всегда мыслить позитивно и относиться к людям так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе. Светы и слова. Спасибо тебе за интервью. Спасибо, Миша.